Седьмой Восточный экономический форум по традиции открыл свои двери для гостей и участников на острове Русском. Каждый сентябрь на несколько дней Владивосток становится центром притяжения для делового сообщества. Стартовый день экономического форума в программе значилось событие историко-культурной направленности. Международная конференция преподавания истории в странах Востока. Видеообращение к участникам конференции направил председатель российского исторического общества. Наличие у страны собственной образовательной системы, основанной на национальных традициях и методических подходах, всегда рассматривалось как значимый критерий суверенитета. Одновременно с тем знание прошлого помогает обеспечивать диалог культур и цивилизаций, поддерживать атмосферу доверия в межгосударственных отношениях. В прошлом году в Москве состоялся первый всемирный конгресс учителей истории при поддержке российского исторического общества, который объединил ученых и педагогов из 38 государств. Собралось около 150 человек из разных стран приехали, из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, США. И этот конгресс и предшествующие моменты показали, что во всем мире растет не просто интерес к преподаванию истории в школе, но и желание совершенствовать это преподавание. Организатором конференции выступило российское историческое общество при поддержке фонда истории отечества. В конференции приняли участие представители восьми иностранных государств, а также российские преподаватели и ученые-историки. Обмен опытом преподавания истории в школе в целом для нас крайне важен, но особенно важно для нас в контексте развития Евразийского региона и на полях Восточного коммерческого форума преподавание в азиатских исторических национальных школах этого предмета. Мы специально задумали такую сессию, которая была бы посвящена изучению стран Востока с привлечением ученых этих стран, потому что, ну вот, к сожалению, ситуация по-прежнему такова. Если вы посмотрите учебники европейских стран Соединенных Штатов Америки, там исключительно история рассматривается по-прежнему через призму западноцентризма. На самом деле мир гораздо сложнее, и в то время, когда в Европе еще, условно говоря, был каменный или бронзовый век, на Востоке уже сложились крупные цивилизации, которые обогатили человеческую историю многими выдающимися открытиями. На сегодняшний день в каждой стране мира существует собственная система школьного исторического образования, которая воспитывает в молодых людях чувство патриотизма и гражданственности, формирует и укрепляет национальную идентичность. А сравнительный анализ учебных программ по истории в каком-то смысле позволяет предвидеть будущее. В отличие от Китая, когда сейчас они постепенно перешли на позицию, когда единый учебник и один стандарт, то во Вьетнаме один стандарт, но много учебников. Начиная с 2018 года в программе Восточного экономического форума значатся и мероприятия исторической направленности, международные научные конференции и выставки. Преподавание истории в Индии очень важно, это сложный предмет. Мы демократия, у нас 28 провинций, они называются штатами, и у нас есть центральное правительство. По конституции у каждого штата есть право выделять ассигнования своим учебным заведениям, образовательным учреждениям, включая школы. Таким образом, подходы могут варьироваться. В каждом регионе, в каждом из 28 регионов штатов, есть своя школьная система. В этом году участники форума ознакомились с экспозицией, которая посвящена практикам преподавания истории в странах Дальнего Востока, Южной и Центральной Азии. В основе выставки интервью с учеными и педагогами из разных стран, которые позволяют составить представление об особенностях в подходах и системах школьного и исторического образования России и государств Азии. Служба информации фонда «История Отечества». «История Отечества» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова